Современный Славянск на Кубани – это территория спорта, где наработанная годами бережно сохраняется и постоянно развивается материально-техническая база, где трудится сильный тренерский состав, а каждый второй житель отдает предпочтение здоровому образу жизни, регулярно занимаясь физической культурой и спортом. Более 30 тысяч жителей города, а это каждый второй Славянск, занимаются физической культурой и спортом. Для них работает свыше 10 спортивных учреждений, в которых ведется подготовка спортсменов по многим направлениям. Проводятся всероссийские краевые районные соревнования. Итоги спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы за 2021 год подвели на торжественном мероприятии, которое прошло в городском Доме культуры. Глава города Александр Берсенев поблагодарил собравшихся – тренеров, спортсменов, организаторов спортивно-массовой работы – за профессионализм и неоценимый вклад в развитие спорта в Славянске и на Кубани. Все участники, трудящиеся, руководители предприятий заинтересованы в том, чтобы мы действительно проводили эти мероприятия. Все равно, я же говорю, спорт – это движение, это жизнь. Поэтому хочу всех поздравить с этим праздником. И, как говорится, всем мира, добра и здоровья, успехов в труде и спорте. В Славянске на Кубани к спорту особое отношение. Для того, чтобы как можно больше жителей привлечь к занятиям физической культурой и спортом, проводятся различные спартакиады и соревнования. Благодаря таким мероприятиям спорт объединил людей самых разных профессий, принося им не только здоровье и хорошее настроение, но и награды за успешное выступление в соревнованиях. Победителем в третьей группе стал коллектив открытого акционерного общества «Славянский кирпич». Для награждения трудового коллектива приглашается Зайцев Сергей Анатольевич. По итогам года в спартакиаде среди трудовых коллективов самыми спортивными оказались команды Славянского сельскохозяйственного техникума «Славянск ЭКО». И кубок победителя был вручен коллективу филиала Кубанского госуниверситета. Наша команда сегодня, спустя 10 лет, вернула себе первое место в спартакиаде. Мы очень все счастливы, мы так долго к этому шли. Спортом заниматься нужно, нужно активно участвовать и победа обязательно уйдет. В этом году администрации города впервые утверждена номинация «Лучший участник соревнований». По итогам спортивного года это звание было присвоено спортсменке, которая пять раз становилась победителем в отдельных видах соревнований – Светлане Полянской, представляющей филиал Кубанского госуниверситета. Итоги 2021 спортивного года подведены. Но уже стартовала 16-я спартакиада трудящихся. Пожелаем всем ее участникам новых рекордов и заслуженных побед. Анна Монастыренко, Игорь Ванчуков, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok